Есть ли препятствия безбарьерной среде? В 2016 году из-за сложной экономической ситуации практически в два раза сокращен объем средств, направленных на обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения. Как отразится уменьшение финансирования программы, выяснял Афанасий Николаев. Афанасий Лаптев уже пять лет возглавляет движение без барьеров – сообщество людей с ограниченной мобильностью. Все это время он работает с органами власти, представителями бизнеса и общественностью для привлечения внимания к проблеме доступности среды. Афанасий уверен, с 2011 года ситуация значительно изменилась. Если сравнивать пять лет назад и сейчас, то это очень большая разница. Если раньше были доступны, грубо говоря, частные какие-то секторы, торговые центры и так далее, то сейчас, наоборот, это государственное бюджетное учреждение в основном. Год назад завершилась трехлетняя республиканская программа «Доступная среда». Благодаря ей 132 объекта здравоохранения, профобразования, культуры, соцзащиты и транспорта стали доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. На эти мероприятия за три года исполнен бюджет на 289 миллионов 652 тысячи рублей. Но в то же время Афанасий Лаптев уверен, проблем еще достаточно. К примеру, на многих объектах пандусы устанавливают чисто формально. Любое бюджетное учреждение казенное, когда объявляет тендер в госзакупках, и техзадание делается. И техзадание, грубо сказать, делается только до входной двери. То бишь, до двери с улицы, которой заходишь, и все. И вот получаются вот такие конфузы. Вроде бы пандус хороший, а дальше заходишь, а оказывается там тамбур и еще там лестницы. В этом году из-за сложной экономической обстановки объемы финансирования серьезно сократились. По подпрограмме «Доступная среда» предусмотрено 46 миллионов рублей. Эта проблема уже несколько раз озвучивалась, но на уровне республики решить ее пока не удается. Но с этого года должны вступить в силу изменения в федеральное законодательство, значительно ужесточающие требования по безбарьерной среде. С 2016 года будет работать очень ужесточенный закон именно по «Доступной среде». Буквально осенью 25 поправок в законодательстве изменены. В то же время Афанасий Лаптев подчеркивает, что основу безбарьерной среды в первую очередь должен составлять не только закон, но и ответственность, и понимание чиновников, и представителей бизнеса. Афанасий Николаев, Александр Иванов и Иван Семенов. НВК Саха. Якутск.